Дорогие друзья, Новый год пошел гулять по планете. У нас в Нячанге он еще не наступил. Десять часов вечера у нас в Нячанге. И это значит, что до Нового года в Уланде осталось три часа. А до Нового года в Москве осталось, страшно подумать, восемь часов. Уже хочется спать, я уже осталась одна. Вот наша елочка, сижу под елочкой. Я все-таки думаю, это не порядок, что я вас не поздравила. Своих дорогих, любимых зрителей. Хочу поздравить с наступающим Новым годом. Я говорю тихо, потому что у меня спит ребенок, я осталась с ребенком. С наступающим Новым годом. Новый год петуха еще не наступил. Мы восточные люди. Для нас Новый год наступит в конце января, 28-го, по-моему. Но, тем не менее. Год красного огненного петуха будет, вроде по предсказаниям астрологов, немного легче, чем прошедший год огненной обезьяны. Ну, я не астролог, не буду вникать в эти подробности. Я просто хочу вас поздравить. Я желаю всем встретить Новый год так, как вы хотели. Чтобы максимально сбылись ваши мечты. Чтобы вы как можно ближе лучше всего достигли своих целей, конечно. Или хотя бы как можно ближе подобрались к ним. я желаю всем здоровья, всем творческих успехов, счастья и всего того, чему вы себе пожелаете. Я почему-то считаю, что я красноречива и всегда люди ждут моих тостов, а я каждый раз теряюсь. Не знаю, что говорить. Да. Кстати говоря, это тост. Мы еще не открыли шампанское, поскольку будем встречать Новый год в час ночи по местному времени. Ну, значит, мы будем встречать ландынским молоком. А пока мы разминаемся мохито на основе рома. И я так торможу не потому, что я выпила много этого напитка, а именно потому, что не знаю, что говорить, теряюсь. Конечно, я всем желаю того, чего вы сами себе желаете. Чтоб этого у вас было вакон и маленькая тележка. Так, помаду я съела. Ладно. Я не знаю, буду я выкладывать это видео или нет. Ну, вот так вот по-домашнему с бутылкой напитка я провожаю 2016 год и встречаю 2017. До встречи в Новом году. Всем пока. в Новом году.